Исключительным в ювенальном суде считают дело в отношении девятиклассника из Казгурского района. Запрещенные материалы подросток распространял друзьям и знакомым в социальной сети ВКонтакте. Причем парня поддерживали его родители. За призыв к джихаду подростка приговорили к шести годам колонии. Несувережь летний А с января месяца по апрель месяца 2016 года в социальных сетях ВКонтакте сохранял и распространял материалы о джихаде, агитировал своих друзей поехать в Сирию, одним словом. В сотовый телефон приходят эти материалы и он распространяет своим друзьям и дома разговаривает со своими родителями о джихаде. Еще одна девушка из Шимкента приговорена к пяти годам лишения свободы. Она тоже распространяла материалы, содержащие терроризм. Изучение уголовных дел, связанных с подростками, показало, что большинство преступлений совершается в силу недостаточного внимания со стороны родителей. В отдельных случаях в отсутствии надлежащего контроля со стороны сотрудников учебного заведения. Воспитанием мы занимаемся все. Мы – это родители, это воспитатели, учителя, инспектора. Мы не должны от себя отодвигать детей. За последнее время в области увеличились и преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Тенденция идет на рост. 2012-го не было, в 2013-м одно дело, в 2014-м два дела, в 2015-м пять дел, в 2016-м восемь дел, но в этом году одно дело. Педофилов в основном, они многие законы не знают. И с года в год уже встречаются сейчас. До этого, до 2015-го года было примирение сторон. Примерялись, прекращали даже органов внутренних делать такие дела. А сейчас уже нету такого примирения, нету 63-й статьи, нету. На вопрос журналистов. Стоит ли применять к педофилам такое наказание, как кастрация? Исполняющий обязанности Управления образования области Ежан Бурханов выразил свою позицию. Мое личное мнение, я думаю, что это применимо. Химическая кастрация, в западных странах это применяется, и у нас тоже можно было внедрить. Но это уже решает парламент. Мое личное мнение можно применить. Всего за пять лет в производство областного ювенального суда поступило 2221 уголовное дело. По 560 делам вынесен приговор. 276 дел были прекращены вследствие примирения сторон. Продолжение следует...